Пионы посадка и уход в открытом грунте на даче. Пионы – садовые цветы долгожители. Эти пышные восточные цветы – настоящее украшение и сады в весенне-летний сезон. Статья раскрывает вопросы ухода за ними, как сажать пионы и в какое время лучше всего это делать, как ухаживать за пионами сразу. После посадки и на следующий сезон. Дана рекомендация о подготовке к зиме молодых саженцев. В какое время лучше сажать пионы. Посадка и уход в открытом грунте требует определенных правил для разных сезонов. От этого зависит здоровье куста, его рост и цветение. Важно понимать, какие процессы происходят в корневой системе в разное время года. Красивейшие литние цветы весной пионы направляют свои силы на рост надземной части куста. Маленькая деленка, которая плохо укоренится и отдаст все силы на рост зелени, может потом поздно и скудно цвести. Осенью же идет подготовка к зимовке и укрепление корневой системы в почве. Куст полностью направлен на рост корней и сохранение питания внутри их. Такой посадочный материал может зацвести уже на следующий сезон при правильном уходе. Именно по этим причинам сажать пионы нужно, когда куст переходит в режим подготовки к зиме осенью. Интересно знать. Самый простой способ размножить пионы – делением куста. Как правильно посадить пионы весной? При весенней посадке важно поймать момент, когда кустик только начинает отращивать маленькие всасывающие корешки. В зависимости от условий хранения деленки, такие корешки начинают расти в апреле-май. Самый надежный способ весенней посадки пионов – высадка в горшок, а не в открытый грунт. Саженец приживется в горшке и будет готов к успешной посадке осенью. Ответить на вопрос, как правильно вырастить такой пион до посадки на клумбу, очень легко. Надо просто создать подходящее условие – температура не выше плюс 10, что способствует наращиванию корневой массы, в то время как почки будут спать. Темнота, чтобы почки не просыпались и не вытягивались тонкими побегами. Влажная почва, чтобы корни питались и заполняли пространство горшка. Оптимальное место для хранения такого саженца – погреб либо подвал. Важно, чтобы там было сухо, иначе на пионах быстро заведется грибок. Осенью делинку высаживают вместе с комом земли на подготовленную грядку. Весенние саженцы пионов – особенности посадки осенью. Выбирая период осенней посадки, следует учитывать, что для успешного укоренения пиону нужно минимум 3 недели. В период укоренения не должно быть резких перепадов температуры и заморозков. В зависимости от географии, садоводы России сажают пионы. В конце августа – начале сентября северные районы – Сибирь, Урал, Ленинградская область. С середины и до конца сентября – сроки посадки для средней полосы Подмосковья. В последние дни сентября и до середины октября – сроки посадки южных регионов в Краснодар, Кубань, Кавказ. Часто садоводы заказывают саженцы пионов по почте, и они приходят поздно, когда сад уже покрывается снегом, а температура снижается. Как же садить пионы в этом случае? Если высадить посадочный материал в холодный промерзший грунт, он там с днею до весны. В этом случае пионы следует выращивать, как и весной, в горшке. В течение 3-4 недель в рохладном помещении лоджи или погреба молодой пион нарастит корневую и закрепится в почве. Такой корешок уже будет готов к зимнему сезону. Далее пион закапывается в открытый грунт сада вместе с горшком. Важно! Весной горшок выкапывают и сажают пионы на постоянное место роста методом перевалки, чтобы не нарушить корневую систему. Особенности посадки древовидного пиона Этот вид имеет более тонкие корни, а точки роста расположены у него на уровне при корневой шейке. Во время посадки корневую шейку заглублять нельзя, ее оставляют на уровне с почвой. Если древовидный пион привит к корням травянистого, прививку заглубляют на 10 сантиметров. Посадка многолетних травянистых пионов почки травянистых видов расположена только на корнях. При посадке важно углубить почки не ниже 3-4 сантиметра от поверхности грядки. Глубокая посадка может задержать сроки цветения. При большом уровне влаги заглубленные почки быстро загнивают. Важно знать! Деленки 5-6-летних кустов зацветают уже на будущий сезон. Правильная глубина посадки древовидного и травянистого видов Инструкция по посадке саженцев в открытый грунт Пионы очень болезненно относятся к посадке и пересадке. Их корни хоть и выглядят мощными, очень нежно и долго приживаются к новому месту роста. Как подобрать место для посадки пионов выбирая место, следует учитывать следующее освещение. Солнца должно быть много, особенно в первой половине дня. После обединной лучи должны быть рассеяны. В тени кусты цветут слабо и поздно. Потоки воздуха. Клумба должна хорошо проветриваться, но порывов ветра и сквозняков пион боится. Подземные воды. Так как корни пиона уходят вглубь на метр, залегания грунтовых вод должны проходить еще глубже. Высаженные пионы в низине сада быстро загнивают и заражаются грибками. Особенно это касается периода таяния снега. Если под кустом собирается много влаги от снега и она задерживается хотя бы на три дня, пион, скорее всего, погибнет. Соседство. Кусты рассаживаются друг с другом на расстоянии и не ближе одного метра. Также соседние насаждения, постройки, заборы должны быть на расстоянии в полтора метра. Почва. Суглинистая слабощелочная почва 6,5-7,5 рен создает комфортные условия для роста. В почве важна питательность и легкость. В посадочную смесь добавляют перегной, песок и торф. Не стоит высаживать пионовые кусты под деревьями с раскидистой кроной. Пионом будет нахватать цвета, а влага, которая будет собираться под деревом, начнет скапливаться у корней. Так появляется гниль и грибок. Подготовка саженцев приобретенный посадочный материал требует подробного осмотра. Саженец должен иметь здоровый вид глазки, розовые и крупные. Если на корнях обнаружены повреждения, они срезаются. Срезы обрабатываются древесным углем. На купленном посадочном материале старые места срезов обрабатываются зеленкой. Для лучшего укоренения, делинку погружают в раствор корневина, либо другого аналога, на несколько часов. Далее деленки нужно дать обсохнуть. После высадки этот же раствор можно использовать для полива куста. В саженец пиона если деленка берется с дачного домашнего куста, то подготовка будет немного дольше. Вынутый из земли корень следует промыть и просушить, оставив на ночь. Так он станет более эластичным. Корневище разрезается острым лезвием на части. Одна деленка должна быть длиной около 10 сантиметров, иметь 3-4 здоровые почки и придаточные корни. Важно! Все срезы обрабатываются толченым углем. Необходимые инструменты посадка пионов не предусматривает использование особого оборудования и инструментов. Достаточно одной лопаты. Для определения уровня заглубления почек поперек ямы устанавливают палку либо прут. Такая отметка позволит в точности определить углубление почек до уровня лунки. Если же деленку садовод будет отделять от своего домашнего куста, требует взять вилы. С их помощью легче и безопаснее достать хрупкие корни, которые нередко уходят на метровую глубину. Лунка обкапывается вилами по кругу, а штыковыми лопатами достаются корни. Подготовка ямы под посадку пионов. Место для пиона готовится за несколько недель до высадки. Посадочная лунка выкапывается размером 60 звездочка 60 и глубиной 80 сантиметров. Дно засыпается дренажом избитого кирпича и крупного керамзита. Подготовленная лунка засыпается почвой на треть. Далее слой из удобрений снова почва. В качестве удобрения смешивается грунт из лунки с компостом, золой и суперфосфатом. До дня высадки почва просядет, а удобрения равномерно разойдутся по почве. Важно знать, прикорневой круг мульчирует торфом или крупным песком. Будущие пионарии особенности посадки семян на рассаду и в открытый грунт. Для разведения собирают семена с середины августа и до середины сентября, когда семенные коробки созрели. Следует выбрать крупные коричневые семечки без видимых повреждений. После сбора их сразу высеивают в почву. Так пионы проходят период стратификации созревания семечек. Этот процесс происходит в два этапа под воздействием тепла и холода. Если во время проращивания для семян создались оптимальные условия, они пойдут в рост уже на будущую весну. В противном случае сеянцев зайдут через год. Если высаживать пионы на рассаду, то этапы стратификации следует проводить семенам собственными силами. Пошаговый процесс перед посадкой семечки замачивают в марганце. Семечки высеивают на влажный песок и помещают в теплое место, чтобы прорастить. Температура почвы не должна опускаться ниже плюс 28С. Когда у семян появятся корешки, их прищипывают и сажают в торф. При температуре не выше плюс 10 в семечке формируется ростовая почка, из которой появится побег. Семечки высаживают в отдельные горшки и ухаживают за побегами на протяжении всего лета. Осенью рассаду высаживают на грядки. Не все семечки всходят даже после правильной их подготовки. Учитывая это, требует высеивать семена с запасом. Средняя всхожесть семян пиона не более 50%. Если семена приобретаются, следует оценить их внешний вид, так как всхожесть напрямую зависит от возраста семени. Старые семечки имеют сморщенную и сухую поверхность. Проращенные семена размножения семенами – это очень кропотливая работа. Выращенные из семян пионы зацветают только спустя 6 лет после посева. Полученные растения из семян гибридных сортов не сохраняют своих сортовых признаков. Но есть вероятность получить совершенно новый сорт, который будет отличаться по окрасу и форме цветов. Уход за молодыми пионами после посадки. Стресс, вызванный посадкой в новые условия, растение испытывает весь сезон. Садоводы, размножающие пионы, уход и выращивание молодых кустов ставят на первое место. Полноценная забота обеспечивает здоровое развитие и обильное цветение. Полив после осенней посадки поливают молодой пион 2-3 раза в ближайшие 30 дней до наступления заморозков. В весенний период первые 3 дня после посадки поливают куст каждый день и обильно. Далее увлажнение регулируется по погоде. Пионы любят редкий и обильный полив. Увлажнять почву лучше в утренние либо вечерние часы. Удобрение Смесь удобрений, внесенных в осадочную яму, обеспечивает полноценное развитие в течение ближайших двух лет. По истечении этого времени подкормка вносится ранней весной после пробуждения. Во время и после летнего цветения прикармливают куст, чередуя минералы и органику. Мульчирование После посадки почву вокруг куста обязательно мульчируют торфом, песком либо компостом. Мульча прекрасный помощник, она сохраняет влагу, обеспечивая дыхание грунта. А также содержит цветник в чистоте, задерживая рост сорняков. Первая блеска при посадке саженцев от молодых кустов возрастом год-два опытные садоводы не дают им цвести. Так растение лучше развивает корневую систему и укореняется. Поэтому лучше приобретать 3-4 летние деленки. Во время цветения стебли испытывают нагрузку, поэтому важно кусты подвязать. После первого цветения стебли срезают, чтобы куст не расходовал силы на формирование плодов и семян. Но коротко срезать стебли не нужно, важно оставить несколько листьев снизу. В таком виде куст удачно сформируют почки замещения в конце лета. Совет. С наступлением холодов стебли нужно обрезать до 10 см высоту. Подготовка к зимованию. Первый год молодой пион следует укрывать на зиму. Особенно важно это для средней и северной полосы России. Перед укрытием кусты как кучивают. В слое мульчи не менее 15 см делают из опилок лапника, торфа или компоста. Открывать кусты следует в начале весны, чтобы они не запрели. Укрытие лапником пышные кусты красавцы пионы украшают дачу летом своими цветными шарами и зеленью. Как только в саду появляется этот яркий куст, садоводу сразу хочется разнообразить свой пионарий новыми сортами. Обладая информацией о правильной посадке и уходе с засаженцами, даже новичку будет легко и просто посадить красочные кусты на своем участке.